А теперь еще об одном герое. Это действительно удивительный человек. Его воля к жизни вызывает уважение и, я бы сказал, восхищение. Давайте посмотрим на него. Я хочу... Вот это может центр взрыв? А, точно. Восьмилетний Толя Катцен выбирает палитру и настроение будущих рисунков. Занятие в социальном центре – один из самых ярких моментов в жизни мальчика с непростым диагнозом. Детский церебральный паралич отнял у Толи возможность нормально двигаться. Но полет фантазии – болезнь удержать не в силах. На той неделе будем работать красками. Он весь зажигается. Для него огромный стимул вообще прийти сюда, потому что будут краски. Дома это сделать сложно. Научиться хоть немного владеть непослушным телом – главная задача мальчика. Рисует Толя не больше 15 минут подряд, потом устает. Его мечта – встать с инвалидного кресла. И это вполне возможно. Родители мальчика давно знают о прогрессивных методах реабилитации, но на них нужны большие деньги. Хотелось бы попасть в какой-нибудь центр, где нас бы обследовали нормально. Узнав историю этого мальчика, ему решили помочь журналисты телеканала «Енисей». Причем сам Толя стал активным участником этого благотворительного марафона. Вместе с ним выбрали нужные рисунки, которые ему больше всего нравятся, отдали их в оцифровку, создали интернет-магазин и уже разместили эту сувенирную продукцию там. Хочешь сделать подарок родным и близким – купи сувенир от Толи. Сделай приятное любимым людям, а заодно поддержи мальчика с непростым диагнозом. Это фрагмент ролика интернет-магазина «Сувениров от Толи». Параллельно с его запуском акцию подробно освещали на областном телеканале. Неравнодушных оказалось достаточно. Заказы на кружки, футболки, магниты и тарелки посыпались со всей России и даже из Колумбии. Те, кто живет в Красноярске и хочет лично передать привет юному художнику, сами приходят к Толе за заказом. Толя, привет! Спасибо тебе огромное, Толь. Да, я буду с удовольствием носить ее. Другие, здоровье. Ближайшая цель – собрать 600 тысяч рублей на реабилитацию Толи в одной из ведущих клиник России. Благодаря интернет-магазину сейчас задача выполнена на четверть. Но главное, что с началом благотворительной акции жизнь семьи уже изменилась. Теперь сотни неравнодушных поддерживают Толю с родителями. И это для них не менее ценно. Я хочу вообще как бы от себя лично, да, и от Толи выразить огромную благодарность с помощью людей. Добьемся какой-то цели и все равно будет у нас какой-то окончательный результат. Замечательная история. Особенно в ней потрясает то, насколько нестандартно, насколько творчески подошли к разрешению проблемы неравнодушные люди. Продолжение следует...